Добрый вечер, как я понимаю, в зале те, кому интересна тема передышки для женщин. Вот. Кто согласен со мной, что женщине нужна передышка? Вот видите. Так, вот этот листочек — это наша программа, у меня тут слишком близко. Ну что, давно мы не выступали, не выступали в вашем городе, сольными концертами очень давно, и, как я понимаю, есть в зале, наверное, те, кто и, может быть, и впервые нас видят, да? Ну, тем не менее, да нет, я уже половину знаю, уже все знакомые лица, ну, по крайней мере, многие из тех, кто в нашем переполненном зале сегодня собрались. Мы немножко изменили свою программу по сравнению с ладами и даже кардинально, можно сказать. Поэтому надеюсь, что тех, кто был в ладах, не так много, да? Вот. Некоторые песни совсем немного будут повторяться. И мы начнём наш разговор, в общем, не знаю, серьёзный, несерьёзный о том, что, в общем, волнует не только мужчина и женщина, а, собственно, это то, что хочется нам донести до всех, в любых городах, и для этого, собственно, мы поднимаемся и летим или едем куда-то, чтобы рассказать вот об этих главных вещах. Щас. Ща. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Просто на нас не минует весна Если будут касаться ревуса И бегущая по волну И бегущая по волну И бегущая по волну И бегущая по волну Не слышал в зале кашля. Это значит, что не пришла моя внучка, у которой воспаление лёгких. Она опаздывает скоро. Я её... Да, я её... Это мой внучок. Ну это же хорошо. Просили вчера нас спеть на мастер-классах песню давнишнюю, давнишнюю, без звучных ворот клича. Но сегодня мы готовы это сделать, потому что это вот наша... Такая тема сегодняшней нашей встречи. Давнишняя песня. Аж какого-то года. Но, знаете, живёт, живёт. Вот мы были в штатах, там, штат Алабама, город Бирмингем, и вот зальчик, такой зритель. И вдруг пара, который сидит на первом ряду, начинает... Когда мы объявили эту песню, начинают друг друга подталкивать, значит, как же является. Выясняется, что эта песня их поженила. Когда-то мужчина, Марат, спел Нори эту песню, и Нор согласился выйти за него замужем. Вот так как... И где-то там, вот в Америке, они живут, и это стало историей их семьи. Беззвучный поворот клича. Беззвучный поворот клича. И вот уютом дома встречая, И тут уютом плеча. Что это раньше ловитья? Вот загорается свеча. И тускло лица освещает. И это тоже плеча. Что это женщина-печа. А в фазе свежие гвоздики. На полке сложены книги. О, одиночество мурики. А на стене, а свечки муки. И женщина очень смущена. И быть не хочет уничтожен. И в том, что живет она одна. И в эту лишь ее вина. О, безответная любовь. Как пустота в ладонной раме. И не отслеживая света суббота. Давай останемся, друзья. И не больнее ничего. Прикосновенье губы к нему. И оглушить следы прощай. Беззвучный поворот ключа. Если вдруг случится так. Случится так, а не иначе. Отпишись на дверной косяк. Не слышно, женщина заплачет. Я заплачу вместе с нею. Хотя я плакать не умею. Вы знаете, я слушаю, как играет Ван Тин. Как он эту песню сыграл. И вот обычно на концертах у меня не бывает такого состояния. Я вдруг понимаю, как он замечательно это делает. Как у него это здорово получается. И вот из давнишней песенки, которую я играла. А, пришло-то всего 30 лет. Да. Которую я так вот играла скромненько. Я вот сейчас слушаю, какая музыка. Неужели это я сочиняюсь? Аплодисменты. Все потому, что он чувствует и понимает, тонко чувствует женскую душу. И понимает вот эту историю. Просто так бы, наверное, это не получилось. И еще одна история. О ней очень счастливой любви. Ну, так бывает. Таких историй много. Поцелуй пацану. Все начнется с поцелуя по зонтам. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Все начнется с поцелуя за Антон. А потом, а что потом? А потом себя домой поманит дом. А потом, а что потом? А что потом? А что потом? Ну, вам это близка эта история? Скажите, пожалуйста. Или все это в далеком прошлом? Я так вижу ее прямо в деталях. Хоть вот кино снимай. И следующие песни тоже прямо. Все-все-все вижу. Все эти цветущие поля маков. У вас этого нет. А у нас весной В степи полыхает пожар от того, что маги спошли. Глаза у тебя вопросительные, Как будто прощения красительные. И слова говоришь восприцательные, Для меня в общем необязательные. Глядишь ты, как брат, будто искренний рак, Что не бросилась в грех и выпила я. Так зачем это встреча от дома вдали? И затем лишь, чтобы вспомнить Своим местным отрыв. Так маки спели, маки спели, маки спели, маки спели, маки. Как жила проливать я не стала слез. Паровоз целовал, чтоб скорее увез пассажира полуночного. Налегке с недописанной рукостью в руки. И ленела дорога, сатанел, металл. И неважно теперь, кто сильнее страдал, Кто гадал, кто рыдал, а кто падал вниз. Что осталась усталость от этих страниц. Там маки спели, маки спели, маки спели, маки спели, маки. Была и моря, и зелень, и травы. И злаки, и злаки сплетала в них, и земля. И мир оказался странным, задачным, туманным. И глава в реке рассвет. А не удивлялась, а не ухмурялась. И сердце говорят, нет. Жены три страны, а детей и несчасть. Ими краски, и эти сервовую спесь. И того жених тянет к тебе три руки. А давай, говорит, золотые деньки. А давай, говорит, золотую пыльцу. Нераскрытых в улбалок, прижатых к лицу. А давай, не склевай, не запомни еще, Что из прошлого был вывоз и возвоз влечен. Там маки, свиньи, маки, свиньи, маки, свиньи, маки. Была и моря, селень, и травы. Из долгих зла не сплетала пенки и земля. И мир оказался странным, загадочным туманным. В козе штучат причал. А не удивлялась, а небо отдалялось. И ты молчал, молчал, молчал. Но однажды, овен, ждет на мляжном песке. Шоколадные нюнки расскажешь доске. Пропокинутый остров у края земли, Где прекрасные красные маки цвели. И мираж в океане воспримешь, как я. И к светущим полям управишь за плать. Заплывешь ты заведомо, зная о тьму. Это остров луда, ни до плыни, ни болота. Маки цвели, маки. Маки цвели, маки. Маки цвели, маки. Маки цвели, маки. Будь кто-нибудь из рэперов попробует в таком темпе и такой плотный текст, и вот так вот всё завернуть, не справится. Точно. Сейчас у нас будет лютнее, пока Вадим выйдет, я сейчас поплю водички. Это вода. Нельская водичка. Мы как-то выступали с Леонидом Павловичем Цимаковым, в Красноярске. Ну, знаете, цементральный автор, непокойный. Вот, и у нас на сцене у него стояла флярочка с водой. И что он говорил? Енисейская водичка. Енисейская водичка. Появилась в программе «Подлюги». Такая важная для меня песня, которую я пою очень-очень редко, может быть, раз-два в году. Это посвящение моей маме. Песня короткая написалась, она несколько лет. И вот как раз после маков моя мама очень любила вышивать, вышивала цветы на подушке потрясающей красоты. И дарила эти подушки только тем, кого очень любила. У Димы есть такая. И у меня. Бедное моё сердце Плачет о тебе, мама. Вот уже и солнце село, Только мне дня мало. Мама, Мама, Этой ночи душной Год прошла мне. Мама, Я прижмусь щепой К подушке Выжитой тобой. Мама, А в ней свет. Мама, а в ней светут розы Незавутки и, турины. И сколько я не лью слезы Не распустятся бутоны, Даже если слез и лень, и за тяжелой дождик. Если б я была счастливой, ты бы прожила дольше. Ты бы прожила дольше, вышел цветов больше. Скоро эту песню мы будем петь под орган в Кировском органном зале. И вот так получается, органист увидел, как мы, в записи в интернете, увидел, как мы поём у нас в Алмате в органном зале, под орган, и пригласил нас на концерт. Таким образом, как-то из бардовской сферы мы филармонически иногда перемещаемся. Ну и нас тоже тянет в эти сферы. Мы будем в Перми играть со струнным классическим квартетом. И, наверное, и новые совершенно песни успеем сделать. И вот ещё просили нас спеть грустную песню о священии отцу «Дом престолелых голубей». Мы обещали сегодня спеть. Есть ли тот человек, которому мы обещали это сделать? Да? Нет. Нету. Ну хорошо, это неважно. Тоже такая вот тема. Немножко печальная, но что делать? Посвящение моему отцу. Дом престолелых голубей Не спит вокзал на кострадай Не видит сны, а видит даль А небо косеней грубей А небо косеней темней С него ветра снимают стружки И жутся сизые старушки Вдруг дружки на исходе дней Но, слава Богу, зимы коротки Хоть и ветреные сыра Но сирые всегда найдут куски Хлебом, сыром У привокзального крыльца С отцом присели на дорожку И двумя бросали крошки А я смотрела назад Не знаменит, не знаменит Такой родной, смешной и грустной Как посидевший голубь грузный Он по перрону с тени Как он боится Как он боится оступиться Но все же улетают птицы И отъезжают поезда Но, слава Богу, зимы коротки Хоть и ветреные сыра Переезжают старики От сына к сыну До престарных голубей А в нём трансильными ночами На докуча их ворчанию А в небо в осени группе Взлетают вся шки в кургу Они отцовские пролезники На новорожденном снегу Следов чернейшие крестики Посвящение Юрию Алексеевичу Кукину Которое написали, когда он был ещё жив Показали ему И буквально с первых строчек Он стал хоть приподниматься Говорит Это всё про меня Всё про меня А песня называется «Любите старого поэта» Так вот Юрий Алексеевич говорит Это всё про меня Только я не поэт и не старый Но мы-то знаем, что он поэт И вообще вот эта песня Такая была подсмотренная Я опасалась, что Давай Юрий Алексеевич Галина услышит И её что-то смутит Вот Но оно оказалось В общем, в этом-то никто и не сомневался Мудрый человек, мудрой женщина Она прислала нам письмо Что ей очень понравилась эта песня Любитель старого поэта Который любит небылицы Он так мечтал А похмелится Но город наш ему не рад Проездом в городе уездом Во всякрестности обшарил Но больше всех ему мешали Жена и фотоаппарат Любитель старого поэта Ему жена годится В дочке Идёт его на повоточке Шаг вправо-влево Как побег И нет Объективом в сердце Но не у меня под раме Малость Чтоб лучше старому писалось На зло-критической борьбе Поэт играл Когда-то в джазе А нынче рокеров ругает И даже не предполагает Что через много-много лет Какой-нибудь залетный рокер Мечтающий обоохмелиться Рассказывая Небы лиц И на тот же сядет Твурет Простите старому поэту Круговорот вина в природе Круговорот вины в народе И эту утреннюю дрожь Любить Старого поэта Который так и не заметил Что тень был короток И светил На эпитафию Похож Что тень был короток Круговорот вина в природе И это утреннюю дрожь Аплодисменты Здравствуйте! Спасибо! Вы знаете, когда сочинилась эта песня Я подумала, а правильный ли хор так и светил на эпитафии? Похоже, какие бывают эпитафии? И, значит, поискала. Оказывается, там такой интересный жанр. Значит, смотрите. Допустим, надпись какая. Здесь лежит господин, допустим, Н. Одет как джентльмен, а идти уже некуда. Или так. А, я же говорил тебе, что болен. Да. И спи спокойно, жена известного певца. Смешно. Ну, ничего, грустно. Ну, в общем, в жизни это всё так перемешано. Голосы с интернета. Это посвящение нашим ушедшим друзьям. Витя Любаша Боря, это Витя Луферов, Любаша Захарченко и Борис Пахнюк. Конечно, список этот пополняется. Ну, вот, остаются аккаунты в сетях, которые никто не может закрыть. Смотришь день рождения у Лёни Маракова. Страница его ещё существует. И напоминает этой дать голос из интернета. Как раз разметала О нюхом и земле, многих уже не стало, Многие не в земле. Кто-то за облаками Кречился на пути, Но удалить аккаунт Он не успел в сети. Тянут мы интернет. Даниэль и Кулунов Смайлик Луны на небе Смотрит на нас без слов. Голосы с интернета Смолка благая есть. Да, человека нету. Нет, человек есть. Нет, человек не винтик. Да, человек весь мир. Слушаем гороскопитив, Выпорхнувшим в эфир. Спросим у аватара Из виртуальной луны. Дядя, скажи, не даром Тради, традим. Отдана и столица, Отдана и страна. Только одни страницы Лица и имена. Голосы с интернета Словно благая песнь. Да, человека нету. Нет, человек есть. Видею ваша воля И остается долг Дальше прести гурьбою Будто разбитый полк. Как бурлони на Волге Как соловьи в раю Коротко или долго Песетину свою Но не прерывся в логе Наша земная роль Только запомни логин И не забудь порой Голосы с интернета Словно благая песнь. Да, человека нету. Нет, человек есть. Человека нету. Нет, человек есть. Каждый год Борис Кельман Президент Грушевского клуба Просит, что мы песню исполнили на горе Год поем Второй год поем Третий год он пишет Надеюсь, вы Голосы с интернета Напишу Боря, у нас много нового Давай так Споем новое А потом Если останется место В концерте Голосы с интернета Хорошо, приезжаем Ну, вы готовы Голосы с интернетом? Нет, не готовы В общем, два года Мы отвоевали право Петь новое Что будет дальше, не знаем Так Луган Луган Швейцарская Лугана Не Луган Не Луганск Здесь Сланцевой Не добывают газ Газоны стрижены И озеро Без волн И триста лет Страна не знала Воин И про Луганск Не слышали Лугана Нейтралитет А на душе Погано Влюбляешься В сердце Колотится Колотится Как на войне И ждусь Глубиною Колотистой Опять Представляется Мне Стоишь Одиноку Крайшка Колотится В рыбом Мостах Неловко Стоишь Примеряешься А там Белая Устала А там Высота Небывалая Изменишь Проверишь Умешь А там Безумная Молая Везерка Ее Ненадьешь А там Молодые Солдатики Идут Идут На войну Зачем Зачем Я так По-предательски Любовью Лению Гну Я вижу Мешат А небы В колонцах В болотах В крови В крови О господи Дай мне Гарантии Чтоб каждый Дожил До любви О господи Дай мне Гарантии Чтоб каждый Дожил До любви О господи О господи Дай нам Гарантию Чтоб каждый Дожил До любви Влюбляешься Сердце колодец Стоишь Одиноко У краешка А там Высота Небывалая А там Молодые Солдатики А там Молодые Солдатики АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое Вот тут присутствуют люди Замечательные плей Сережи и Иры Которые Поют нашу песню Поют ее здорово И Многие в Питере Убеждены Что авторы этой песни В общем-то Да, Сереж? Был такой, да? Я люблю тебя Ткачанова Козлов А Ну Ну Мы хотели слушать Битлз А А это то, что Сережа с Иры поел Так что Спасибо Спасибо Чем больше будет таких Замечательных людей Которые поют песни Тем лучше нам с тобой Мы хотели слушать Битлз Мы хотели слушать Битлз Было нам семнадцать лет И, конечно, мы влюбились И друг друга в квартет У нечаянной свободы Мы стояли на краю И боялись перевода Этой фразы Я хочу тебя 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 Целовались на скамейке Обнимались, что есть сил Может все же ты еврейка Мальчик мой меня спросил, что сказать девчонке русской, чтоб себе не навредить. И мерцал под тонкой плоской крестик на моей груди, отвечал вздохом в удобе и смотрел в темноту, и прижался магендой к православному кресту. Ай-ла-пь, 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 ай-ла-пь. Сердце билось, не разбилось, но нарушило обет. Я пришла послушать битвы через много-много лет. Это сжито белой нитью запоздавший мой приход. Мне все слышится, ай, милую, а тебе наоборот. Ай, милую, ай, милую, ай, милую. Мы такое повидали, куда жили, да сидим. Говорю тебе, куда ли? Верю в то, что Бог едил. Сердь убиться, не разбиться, а в бою стучит в ответ. Я пришла послушать битус через много-много лет. Ай, милую, ай, милую, ай, милую. Ай, милую, ай, милую. Спасибо. Ну, обычно я рассказываю перед этой песней историю из жизни. Но сейчас все-таки уже вдогонку расскажу, что это реальная история, которая произошла с моей очень близкой подругой Любой Сошниковой. Она встречалась в юности с Сомой Нульманом, а ему родители запретили на ней жениться, потому что она не еврейка. И Люба очень страдала, и это большая печаль на всю жизнь была. А потом она узнала через много лет, что ее дедушка Рыбаков на самом деле Фишер. И поэтому надо было, конечно, знать фамилии предков в нескольких коленах. Да, вчера мы устроили такое приятное времяпрепровождение вместе с питерскими авторами-исполнителями. Назывался это «Мастер-класс». И мне кажется, очень хорошо все получилось. Так вот мы о важных вещах поговорили. Знаете, тянет в эту сторону. Тянет в эту сторону. И даже, ну, знаете, концерты все равно интереснее. И вот такая история есть из жизни Давида Бойстраха, да? Он увлекся во второй половине жизни дирижированием. Играл и дирижировал. И вот распорядок дня. Он, значит, днем часа два спит. Потом встает, разыгрываясь, идет на концерт. И вот, значит, как-то он в день концерта поспал, проснулся и начал разыгрываться. А потом вспомнил, что он в этот день дирижирует. И он пишет, у меня так стало хорошо. То есть мастер-классы — это то, где можно продирижировать. Вот, и от этого так хорошо. Но от концерта еще лучше. Посвящение Александру Мирзаяну. Алик тоже, как умный человек, на него не обиделся. Я уходила никуда, так было надо. И вслед мне плакала звезда, звезда эстрад. И улетал в ее бокал все выше, выше. Не знаю, кто ей накрывал такие вишни. Такие строки. Такие строки. И сломал какой-то крыси. Уж точно был не мирзаян, скорее резный. Слова по кругу он гонял, для дур слезливых. Они не трогали меня, а только злили. Но признаюсь, что эта злость мне помогала. Тоску о том, что не сбылось, она сжигала, она сжигала все мосты для отступления. И все прощай, и все прости до иступления. Разлук так много на земле, и разных судей. Чего там дарит на заре паровщик людей? Так я ему за те дары небезьяна. Спою чего-нибудь с горы из мерзаяна. Меня эти песни, господа, на переправе. Я уходил навсегда на лекцию Александра Завеновича Мерзаяна. Русская поэзия и авторская песня. Как новый путь цивилизации. Антракт. 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 Антракт.